Если Слово Божие сказано, так и есть. Блаженные плащущие, ибо они утешатся. Определенно всё. Для Бога. Бог нас сотворил. Дал нам небо, землю, дыхание в ноздрях. Чего нам? Пища есть. Славь Бога! Верь во Христа, что умер за тебя и воскрес. И дарует Он тебе жизнь вечную. Живи по Его заповедям. А то я язычник, я старовер. Какой ты старовер? Язычник. Как патриарх Кирилл говорит, полузвери. Угу. Я понял. Мы строим православную деревню в Алтайском крае, где нельзя пить, курить, материться, воровать и лгать. У нас ни одного аборта, ни одного развода. А в стране за время перестройки 120 миллионов абортов. Страна погибла в животе и в вагине женщины. Это ужасно. Это страшно. И 86,5% разводов в первые три года. Да, это я слышал. Они поступают очень некрасиво. Безумие. Потому что без Бога. Бог говорит, вы оставили меня. Ты оставил меня. Я простру на тебя руку и погублю тебя. Я устал миловать, говорит Господь. Пророк Иеремия, 16 глава, 5 стих. Надо еще, чтобы Бог, я считаю, запретил интернет. У Бога есть запреты и благословения. Что? У Бога есть запреты и благословения. Так Господь устроил все. Чтобы возвестить людям в этом месте разврата в стадоме, что грядет суд Божий, предсказанный здесь, и избежать наказания может помочь только Иисус Христос, который умер за грехи людей и воскрес в третий день. Он говорит, покайтесь и веруйте в Евангелие. Когда люди так делают, они приближаются к Богу и получают рождение свыше. Евангелие от Марка заканчивается, 16 главе. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. С сатаной гореть в вечном огне. Верующие в Сына Божий имеют жизнь вечную. А они верующие не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Евангелие от Яна 3, 36. Отец. Отец. У вас что-то вид такой, как обкуренный. Что с вами? Иоанне, нас Господь сюда послал, на проповедь Евангелия. Что ждет людей, когда они не верят в Бога? Вот мы Богу верим. Ну, слава Богу. Вот видите свечи. Я вижу, вижу иконы. На охотике вон иконы, да. Христос призывает всех к покаянию. Вот его спросили, говорят, что нам делать? Аж умер за грехи людей и воскрес для нашего оправдания. Я Лапкин Игнатий Тихонович, город Барнаул, Алтайский край. Мне 81-й год. У нас очень большой Ютуб. Ютуб большой. Во свете Библии называется, канал. Во свете Библии. Свет, свет падает. Во свете Библии. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Канал в Ютубе. Он равных не имеет по насыщенности во всей мировой сети. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Нашли? Давай. Да, нашли. У меня там 18 680 роликов. Да, да, да. Общий просмотр 44 миллиона. Да. Я там отвечаю на все вопросы. Мы строим деревню православную, где нельзя пить, курить, материться, воровать. У нас нет ни разводов, ни абортов. И все это показано, снимается. Понятно. У нас идут три раза занятия по скайпу. Если вы зайдете по скайпу, Игнатий Лапкин, вы меня сразу найдете. Я один с этой фамилией. И там я могу скинуть ресурсы. Сайт, форум, мейл.ру, там твиттер, все есть. А как вы сейчас будете? Я не вижу, да? Как что? Я говорю, ладно, ладно, ладно. Я не буду говорить. А вы что в книге думаете? Я плохо слышу. Вы что здесь забыли? Я не забыл здесь. Я не знал никого уже пятый месяц. Я расслышал голос Божий по книге, по Библии, что здесь народ погибает. Гиена огненная ждет их. Содом и Гаморра. Блудят открыто. Анонизмом занимаются. И мы здесь людям свидетельствуем, что их ждет за это. Можем вам вопрос задать? Да, конечно. Что будет после смерти? Еще раз. Что будет после смерти? Что это еще не было? Потихоньку, по одному слову. Что будет после смерти? Что дальше будет в стране? Нет. Что будет после смерти? После смерти? Там участь рай и ад. Евангелие от Марка, 16 глава. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Спасен. А кто не будет веровать, осужден будет. Евангелие от Яна, 3 глава, 36 говорит. «Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную во Христа. Неверующий во Христа, как Сына Божий, не увидит жизнь, но гнев Божий пребывает на нем. Будет мучиться в вечном огне с сатаной вместе». Понятно. Вот если вы на наш YouTube зайдете, там как раз наши проповеди увидите, как я отвечаю на вопросы студентам. А это... Меня зовут Лапкин Игнатий Тихонович. Игнатий, можете помочь? Так, что сделать нужно? Тысячу рублей нет, не перейти. Вы как-то спрятались и пореже говорите. Я не совсем хорошо слышу, чтобы я понял. Если вам деньги нужно, то сейчас прочитаю. Ваши тысячи рублей или что-то такие? Или на карте? Главное, никого в комнате-то нету, переспросить. Вас интересует, что я делаю или что? Ну-ка, напишите тут одно хотя бы слово, чтобы я понял, о чем речь идет. Так. Вы мои книги видели, нет? Видели, видели, да. У меня вышло из печати 38 книг. И мы подарили их в 650 библиотек мира. Из Барнаула доехала до Владивостока, потом до Лиссабона. Прошли Скандинавию, Прибалтику. Север и юг. И подарили, подарок сделали на 35 миллионов рублей. А у меня пенсия 8141 рубль. 33 копейки. Это Бог дал. Снабдил нас, и мы отдали. А я за компьютером, издавая книги, 9 лет просидел. Больше 30 тысяч часов за компьютером провел. Понятно. Понятно. Вот. Если вопросы есть такие, то чтобы было хорошо слышно. Да, хорошо. До свидания. Как вас звать-то? Я Алексей. Алексей означает помощник в переводе на русский язык. Помощник. Ты будь помощник матери, отцу, добрым людям. Береги себя. С худой компанией не знайся. Я вам наказываю, как человек, который прожил жизнь. Мне 81-й год. А что дает имя Никита? Что? Имя Никита. Что дает? Никита означает то же, что Виктор и что Николай. Это одно и то же слово. Победитель. Хорошо. Только одно с латинского, а это с греческого. А, все. Имя. Так. Ну, все тогда. Что я хочу? Храни тебя, Господь, и благослови. Храни тебя, Господь. А можете спросить, а что подошел Арсений у меня? Арсений? Так, минутку. Врасплох. Сейчас, сейчас, смотрите, календарь открываю. Арсений. Я не оручаю, что оно будет указано, но должно быть. Арсений. Так, минуточку. Что ж такое-то нету? С этой... А, Сэ надо смотреть. Так, минуточку, минуточку. Сейчас. Арсений. Мужественный. Мужественный. Мужчина. Греческая. Мужественный. Ну, это почти похоже на Андрея. Тот храбрый. А это мужественный. Вот так. Ну, все, пока. Хорошо. Храни тебя, Господь. По скайпу, если зайдете, Игнатий Лапкин, вы сразу на меня выйдете. По скайпу. С Богом. До свидания. Аллилуйя. Скажу тогда, зачем мы сюда пришли, православные проповедники. Возвестить волю Божию. Что верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. А неверующий не уедет жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Да. Господу слава. Господу слава. Потому что здесь устроили Содом и Гоморру. Господу слава. Нет. Мы тут ничего не устроили. Ни Содом, ни Гоморру. Господу слава. Я говорю, здесь устроили. Сейчас рулетки. Мужчины, женщины блудят открыто. Нет. Нет. Извините. Я тут ни при чем. Да ни при чем. Я просто говорю, зачем мы... Меня спрашивают. Я о вас-то и не говорю совсем. Зачем вы пришли сюда? Чтобы людям сказать, что Иисус Христос умер за грехи людей и воскрес для нашего оправдания. Не знаю. Я пришел сюда, чтобы людей на... Путь истинный направить. Так бывает. Ой, тут направят тебя к женскому подолу вонючему. Да. Думаю, невозможно. Тут невозможно. 50% примерно голые лежат. И процентов 90% мусульмане. Чему ты научишься? Добрый отец. И что? И что? Мы, насколько можем, дорогу Василий Сыдущий, мы их направим на пусть истинный. Это не легко направить. Это разговор только. Знаете как? Это не легко. Не знаю. Вот. Не легко. Вот. И что? Ну вот, вы кто? Христианин? Христианин. Православный или какой? Абсолютный. Православный. Один вопрос. Почему бороду убрали? Соскоблили? Жена. Жена. Почему называется бородобритие? Называется блудодейная ересь? Мыслишь ли? Нельзя. Это образ Божий. Жена. Посмотри. Это мужики подкаблучники бороды бреют. Отец, я крещеный в болгарской церкви. Там у нас другие традиции. А какие? Какие традиции, когда Бог сотворил? Тут традиции ни при чем. Бог сотворил. И добре. У Давида, у Давыдовых слух, когда отняли полбороды, он не запустил в Иерусалим, говорит, живите в проклятом городе Ерехоне, пока бороды отрастут. Это считается хуже изнасилования. Не знаю. Не буду с вами спорить. Не буду. Я знаю это. Я проповедник. У меня была борода. Потом жена сказала, хватит. И нет у меня больше бороды. Да она больше не должна была говорить тебе. Допустил такое. Смотри, я теперь волосатый. Я говорю, что это мужики подкаблучники. Может, может. Жена сказала. Думала, что она не должна говорить. Ты муж, ты скала. А может, должна. А учить жене не позволяю не властвовать над мужем, апостол Павел говорит. Ты что попустил-то? Не, 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 не. Что ты. Это не есть власть над мужем. Это полезный совет. Как правило, это бывшие разведенные. И женятся, боятся второй раз на развод. А ты сразу на стапию. Извини, мы... У нас все по любви. То есть бородобритие – это грех. Нет, нет, отец. Я не соглашусь с тобой. Ну, хорошо. Вы православные. Зайдите в храме. Посмотрите. Христос с бородой. Все пророки с бородами. Все апостолы с бородами. Иоанн Кронштадтский. Иоанн Кристиянкин. Николай Гурьянов. У меня была борода. Достоевский. Лев Толстой. Да была не надо, говорит. Ее нету. Я называю русских. Адмирал Макаров. Борода до пояса. Добрый отец. Добрый отец. Я не спорю. Борода – это неплохо. Но если тебя попросят, ну что... Нет, нет, нет. Не надо. Слушайте, смотрите. Старейший. Атеист. Безбожник. Фридрих Энгельс. Борода. Карла Маркса поменьше. У Ленина – клинышком. У Сталина – усы. А у Хрущевой на голове уже нету. Ленин потому, что он просто удмурт. У него борода, в принципе, не растет. Понимаешь? Нет, растет. У него, в принципе, бороды нет. Кармалс, он немец, у него борода такая... А они все евреи. Евреи все. Причем тут немец? Он еврей. Нет, Маркс не еврей. Не еврей. Маркс не еврей. Интересно. Евреи говорят, наш человек еврей, а вы говорите не еврей. Наверное, да. Вот, я же не знаю. А они, когда перечисляют знаменитых евреев, они Карла Маркса показывают. Я что? Ты думаешь... Ой, извините. Вы думаете, это так важно, борода? Я знаю то, что Бог меня сотворил по образу своему. И я обязан держать. И почему Даниил говорит, считаем, 7-я и 12-я главы книга пророка Даниила. Видел я ветхого днями. А ваша жена не жаловалась? Ну как, она верующая? Наоборот, она бы за Безбородова не пошла бы никогда. Да? Безбородово это изменник. А дети у вас есть? Да зачем перечислять все, что у меня есть? Все у меня есть, ни у кого нету. Мне просто интересно. А дети у вас есть? Да вам зачем это знать? Мы о Христе проповедуем, не о себе. Нет, Борода как-то помогает. Еще раз говорю, никакого отношения это не имеет ни к детям, ни к чему. Подождите, подождите. Хорошо, а дети у вас есть? Понимаете, что вот вы как эти, у колодца где-то. Ну я скажу, 8 сыновей и 9 дочерей. Что изменилось из этого? Может, у меня все кто вспоминет? Понимаете, у нас отец инвалид войны. Инвалид войны, с фронта пришел такой. Пять мальчиков, пять мальчиков и пять девочек. А вы совершенно православные. Повторяю. Перекреститесь, пожалуйста. Пять мальчиков. Перекреститесь, пожалуйста. Вот смотрите, вот так. Перекреститесь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Богу. Православный. Как это православный? Вы зайдите в интернет, посмотрите. Мы строим деревню православную. Мы строим деревню. Мы строим деревню.